Дорогие друзья, разрешите вас поприветствовать на наших первых мероприятиях, скажем так, открытого первенства спортака и города по спортивному ориентированию на лыжах. Снежная трасса и абсолютно незнакомый маршрут, но эти могилевчане заблудиться не боятся, а не увлекаются спортивным ориентированием. В спортивном ориентировании при помощи карты и компаса участники должны пройти контрольные пункты, расположенные на местности. Участвуют на всех соревнованиях все, начиная от самых маленьких до самых больших. Если попробовать подсчитать всех, кто занимается ориентированием в могилеве, вряд ли получится. Это один из самых массовых видов спорта. На старт соревнований, к примеру, районного масштаба может выйти до сотни участников. У нас на зеленом стадионе, то есть многотуровые массовые просто соревнования, я печатал один раз 500 карт, 500, и не хватило. Хорошо сориентировавшись, можно стать призером международных соревнований, как, например, знаменитые могилевчане Юрий Языков и Павел Коржов. Ну, меня очень нравится заниматься соревнованием ориентированием. Это очень интересно, увлекательно, ну и ты развиваешься, и как раз спортом занимаешься. И сразу и лыжи, и ориентирование, то есть это очень интересно. Ориентирование мне нравится тем, что это не только умственно, но и физическая нагрузка, тоже и бегать, и думать надо. Занимайтесь ориентированием, приходите, детей зовите. Очень интересный, веселый вид спорта. И главное, он экстремальный, еще немножко. А когда с погодой не везет, как сейчас, ориентировщики перебираются в помещение. Почитаем, что про спортивное ориентирование говорит Википедия. Первые массовые гражданские соревнования по ориентированию были проведены 31 октября 1897 года. Это достаточно давно. В Беларусь этот вид соревнований пришел намного позже. Первые соревнования по спортивному ориентированию стали проводить в 60-х годах прошлого века. Ну а в этот зал средней школы номер 42 спортивное ориентирование пришло 3 года назад. Сложнее всего то, что ты хочешь сделать покороче, а там тупик. То есть сделано так, чтобы бежать подольше надо было. Ну говорят, что возраст для спортивного ориентирования значения не имеет. Ну в общем-то и целом начинать лучше раньше. Чем раньше начнешь, тем больших результатов можно добиться. Но в принципе возраст участников, допустим, на наших соревнованиях по большому счету не ограничен. Чему научился за это время, расскажи. Работать с компасом, с картой. Ну что ж, попробуем. Для спортивного ориентирования возраст совсем не помеха. Здесь главное уметь читать карту и ориентироваться по компасу. Знать, куда бежать. На север или на юг. На юг. Побежим туда. Андрей Шуляк, Виталий Алексеенко и Николай Соболев. Встретимся у «Звездочета». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok